Здравствуйте! Сегодня на нашем тесте новый джип Cherokee. Модель с индексом KK. Первая K означает независимую подвеску. Слово Cherokee вошло в обиход автомобильного мира в 1984 году, когда Chrysler совместно с компанией Renault решили создать джип для всех. Всякий, кто проехал хоть несколько десятков километров на новом Cherokee, ставит ему на асфальте отличную оценку. Но раз все сходятся во мнении, что этот Cherokee хорош на асфальте, то асфальтовую часть теста мы оставим на потом. А начнем с бездорожья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, прежде чем мы уделаем наш джип, давайте внимательно его рассмотрим. Последнее десятилетие 20 века проходило под лозунгом «Джипы носят круглые». Тогда появился джип TJ, чуть позже джип KJ, Cherokee и Ranger соответственно. Первое десятилетие 21 века проходит под лозунгом «Кирпич возвращается». Этот кирпичеобразный образ гораздо ближе к Cherokee того времени, когда он был XJ. И совсем не похож на Cherokee KJ, Cherokee Liberty предыдущего поколения. Конструктивно этот Cherokee ближе всего к предыдущей модели. Та же конструкция кузова с приваренной к нему рамой, та же независимая пружинная подвеска, та же зависимая задняя. Кстати, задняя подвеска теперь стала немножко другой. Она на четырех рычагах плюс тяга Panara вместо А-образного, который был в модели KJ. Двигателем для этой машины служит бензиновая шестерка рабочим объемом 3,7 литра, мощностью 200 лошадиных сил. С заявленной мощностью двигателя была забавная ситуация. По американским измерениям, которые делаются без навесного оборудования, мощность мотора 210 лошадиных сил. По европейским с навесным 198. Когда ввозили машины, то, конечно же, с точки зрения рекламы было выгоднее ввозить более мощный мотор. А с точки зрения налогов оказалось менее мощный. В общем, можно встретить автомобили, у которых в ПТС будет указано и 210 сил, и 220, и 198. Ну, а формально в этом моторе 200, и 2 лошадиные силы. Теперь давайте красненько про салон, и поедем таки уже кататься. По сравнению с предыдущей версией, где все было круглое, в этом червяке, естественно, все прямоугольное. Но главное не это. Главное то, что водительское место стало гораздо просторнее. Рулевая колонка регулируется, правда, по-прежнему только по углу наклона. Ну, что поделать, это Америка. Кресло же регулируется по трем плоскостям. Это, естественно, расстояние до педали, угол наклона спинки, как обычно, с помощью рукоятки. Высота задней кромки и высота передней кромки. Таким образом, найти удобное положение несложно. Комплектация салона не сильно отличается от предыдущей версии. Аудиосистема такая же стоит на Гранд-Чероке нынешнего поколения. Климат однозонный. Для всего салона не разделяется по сидениям. Автоматическая коробка передач здесь она пятиступенчатая. Новая раздаточная коробка с режимом 4WD-авто. В отличие от предыдущих версий, где был либо постоянный полный, либо подключаемый. Полный, жестко. Здесь есть режим автоматический. Есть также режим заднего привода и понижающая передача. Такая же, как и у всех джипов. 2,7 к 1. В 21 веке в Чероке появилась электроника. Напомню, прежнюю модель можно было купить не только без противобуксовочной системы, но даже без АБС. А тут уже и АБС, и ЕСП, и даже система спуска с холма. Бортовой компьютер, который раньше был расположен перед зеркалом заднего вида, перенесен на приборную панель. А в потолке открылся люк. И даже не люк, а уникальная, поставляемая по заказу, система SkySlider, которая практически полностью убирает крышу до уровня задних сидений. Для водителя она не имеет никакого значения, а вот тем, кто едет пассажиром, ну, здорово, можно встать в полный рост и наслаждаться поездкой. Причем рослые пассажиры смогут наслаждаться поездкой только стоя, поскольку на заднем сидении свободнее не стало. Мало того, и дверь открывается хоть и достаточно широко, но она толстая, а дверной пронем очень узкий. Вот сам за собой я сижу, плотно упираясь коленками в спинку переднего сидения. Из нововведений сзади подстаканник и возможность регулировки наклона спинки сидения. Правда, в небольшом сравнительном диапазоне. Зато багажник стал больше. Впрочем, ненамного. Для подъемного стекла появилась новая клавиша, отдельная от рукоятки открывания двери, а сама дверь открывается теперь вверх. Раньше она откидывалась вбок. В багажнике появилась система крепления груза и вот такая вот платформа, которая при необходимости может сдержать какой-нибудь груз от перемещения. Запасное колесо, которое раньше было расположено на пятой двери, теперь размещено под задним свесом. Оно упирается в пол, и под него даже можно ставить, скажем, надувной домкрат. Вот. Размещение колеса таково, что угол съезда практически не срезается, а самыми нижними точками оказывается труба глушителя и буксирная проушина. Спереди, с самой крайней точкой, на которую придется основной удар при зимопереченной местности, будет юбка-бампера. Как и у многих современных внедорожников, она снимается. Но в отличие от них, для того, чтобы снять юбку на черойке, не нужно никаких дополнительных инструментов. Кстати, ноу-хау. Если вам не на что опереть колено для того, чтобы снять юбку, можете воспользоваться платформой из багажника. Сняв пять защелок, мы можем убрать юбку. Правда, сам бампер тоже можно повредить, но жизненно важные узлы будут защищены каркасом кузова. Штатно, черойки лимитеды, к нам поставляются только лимитед, снабжаются шинами с дисками размерностью 18 дюймов. Найти грязевую резину на такой размер непросто, но на черойки можно поставить диски от прежней модели размерностью 16 дюймов. А уж на 16-то грязевой резины более чем достаточно. У нас универсальная резинная категория АТ ширина 235 миллиметров. Ну а теперь поехали. Джип Cherokee автонедорожник небольшой. Его габаритная длина 4,5 метра. Двигатель рабочим объемом 3701 куб. сантиметра, мощностью 204 л.с. И с крутящим моментом 307 ньютон метров разгоняют его до скорости 100 км в час за 10,8 секунды. А максимальная скорость ограничена 180 км в час. При этом автомобиль в городском режиме употребляет больше 17 литров на 100 км в пути, а в смешанном цикле 12 с небольшим литров. Чирокий довольно маневренный автомобиль с неплохим обзором. Прямоугольный кузов с четкими углами как впереди, так и сзади позволяет вписываться в узкие места, в общем, без труда. Впереди подъем довольно крутой, градусов, наверное, под 27-30. Ставим вторую передачу и плавненько добавляем газу. Ступенечку проскочим, я думаю, не заметил. Да, тяги мотора хватает, чтобы ехать меньше, чем на 2000 оборотах уверенно вверх. Довольно длинный капот затрудняет обзонность прямо перед ним. Ну, при этом, высунувшись в окно, можно увидеть все, что у нас страшного есть перед автомобилем. Вот у нас место, где можно проверить, как работает противобусовочная система при диагональном вывешивании. Заодно мы увидим артикуляцию подвески. Я так и не услышал, как работает противобусовочная система, настолько аккуратно она вступила в действие. Двигаемся обратно. Сейчас у нас вывесится заднее колесо. И мы сможем посмотреть на артикуляцию моста. Ну вот, мы уже фактически висим в воздухе. Прежняя версия Cherokee не отличалась особыми показателями артикуляции подвески. В этом частично виноват и достаточно мощный стабилизатор, и не очень длинноходный амортизатор. И рычаги. Понятно, что для более-менее серьезного оффроуда такую машину нужно готовить. И одна из частей подготовки будет как раз работа над артикуляцией задней подвески. А вот защитой днища этого Cherokee все более чем хорошо. Профилированные листы толщиной 2,5-3 мм тянутся от переднего бампера до самого бензобака, который снизу тоже прикрыт металлом. До сих пор у нас была пересеченная местность, сравнительно с плотным сухим основанием. А сейчас мы поедем, поищем грязь. Надеюсь, не застрянем. Ну а если застрянем, у нас есть еще один аргумент. Итак, первые выводы. Дорожного просвета иногда не хватает. Но из-за хорошей обзорности и маневренности можно почти всегда выбрать более выгодную траекторию. Артикуляция подвески невысока, но противобоксовщая система очень эффективна, тяга двигателя велика. И в общем тоже можно выбрать траекторию, которая поможет преодолеть препятствия с диагональным вывешиванием без проблем. Кроме противобоксовочной системы и системы спуска с холма, у Cherokee нет никаких вспомогательных средств для преодоления бездорожья. Сейчас у нас участок песка, он неглубокий, но все-таки довольно рыхлый. Ну, пройдем его ходом. Подвеска довольно мягкая, но водительская и штурманская места расположены как раз на центре тяжести. Поэтому, несмотря на то, что машину кидает довольно сильно, мы каких-то очень неприятных ощущений не испытываем. У противобоксовочной системы Cherokee есть очень интересная и приятная особенность. Как только автомобиль ускоряется, она гасит скорость до такой степени, что мы практически останавливаемся. У нас есть время, чтобы скорректировать траекторию, в отличие от систем на других внедорожниках, которые просто выдерживают равномерную скорость спуска. Ну, вот и наша грязь. Здесь несколько луж с достаточно глубокой колеей. Надеюсь, нам хватит дорожного просвета. Ну, а если нет, то вот и наш аргумент. Убедительно рекомендую вам, прежде чем соваться в какие-то неизвестные места, сделать вот так. Закрепить трос, пропустить его либо под поводок щетки, либо просто забросить на зеркало и через открытое окно кинуть в салон. Потом будет проще зацепить буксир, не придется нырять в лужу. Первая лужица совсем маленькая. Вот эти неприятные звуки из-под днища говорят о том, что нам опять не хватает дорожного просвета. Мы приложили защитой к гребню колеи, которая в луже оказалась. Ну, здесь не так глубоко, сантиметров максимум 40. Вот эта лужа явно поглубже. Растение говорит о том, что дно может быть топкое. Постараемся выбрать правильную траекторию. Да, здесь уже прилично. И чувствуется, что мы цепляемся днищем. Вот работает противопосовочная система. Прошкрябываем защиты по этой грязи, которая внизу. Ну, теперь газку хорошо. Ну, вот и все. Закончился наш внедорожный тест. Джип Чироки показал, что все-таки порода есть порода. Джиперского в нем с достатком. Для того, чтобы ездить по тяжелому бездорожью, для того, чтобы участвовать в экспедициях, даже просто во внедорожном туризме, конечно же, машину нужно готовить. Прежде всего, пластик нужно менять на что-то более прочное. Нужно поставить хорошую грязевую резину. Немножко приподнять кузов. Не помешает лебедка. Штатных защит ему более чем достаточно. Разве что, может быть, порожки нужно усилить. Ну, какой-нибудь багажник, экспедиционное оборудование салона. Это все можно сделать по вкусу. И вообще, машина мне, честно говоря, понравилась. Я ожидал худшего. Мы обязательно подберем к нему достойного конкурента и сделаем сравнительный тест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА